Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета Поговорим сегодня о поступлении, вступительных испытаниях и особенностях учебного процесса Вы можете задавать все свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета Но она ответит на эти вопросы наши гости Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский И заместитель директора по развитию Института информационных технологий и интеллектуальных систем Ирина Максимова Добрый день! Давайте для начала начнем, наверное, с тех вопросов, которые нам прислали уже заранее И первый вопрос будет касаться так называемого гранта на обучение Расскажите, пожалуйста, про грант на обучение Можно ли принимать участие в конкурсе, если я из другого города И сюда же вдогонку, какие баллы по ЕГЭ надо получить, чтобы рассчитывать на грант? Во-первых, добрый день всем, всех причастных и сочувствующих с католическим Рождеством В преддверии Нового года рад всех приветствовать Сначала хочется сказать, что Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем И Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Это одна и та же организация, это все мы Просто вот ввиду унификации названий структурных подразделений Произошло это переименование, но мы те же самые То есть ИТИС — это мы Соответственно, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим Итак, грант. Когда-то, когда ИТИС появился, в 2011 году у нас не было бюджетных мест Но Министерство тогда еще информатизации и связи нас решило поддержать И лучших студентов, контрактные формы обучения, премировать грантом Что такое грант? Это ежегодная оплата полной стоимости контрактного обучения студента Со временем у нас появился бюджет, но грантовая система осталась То есть грантовики — это лучшие контрактные студенты В чем главная особенность гранта? Каждый год гранты пересматриваются То есть если, да, по итогам обеих сессий, да, всех экзаменов формируется рейтинг И студенты сортируются, собственно, по убыванию суммы всех баллов за экзамен Те, у кого высшие баллы, получают грант Те, у кого баллы пониже, соответственно, грант не получают И должны самостоятельно оплатить собственное обучение на контрактной форме Грант покрывает полную стоимость Это начиная с первого курса, но начиная со второго курса У нас есть еще 80-процентные гранты То есть когда мы, например, берем 4 100% гранты, делим их на 5 80% То есть это все равно некая помощь нашим лучшим студентам Для того, чтобы они могли учиться При этом экономия бюджет собственной или бюджет их семьи Грант можно получать всем студентам контрактной формы обучения Да, и те ребята, которые имеют право претендовать на бюджет То есть к нам могут поступить не только ребята из других городов нашей страны Но из Казахстана, Узбекистана Они также имеют право получать грант Но для этого вам нужно подать заявление на контракт И подписать еще необходимый перечень документов Чтобы принять в конкурсе на грант Грант это никакая не отдельная система То есть это лучшие контрактные студенты Как попасть на грант? Необходимо попасть в топ лучших контрактных студентов при поступлении То есть сумма баллов ЕГЭ должна быть такой Что первые 30 контрактных мест это и есть, собственно, наши грантополучатели Бывает, коллеги отказываются от грантов И, соответственно, балл понижается Значит, что за грант необходимо сделать? Очень лайтовая, очень легкая система отработки За каждый год получения гранта необходимо отработать легально, да, по трудовому договору В одной из компаний, зарегистрированных как налоговый резидент в Республике Татарстан По специальности То есть это IT-компания Вы можете работать там разработчиком, тестировщиком, аналитиком, сисадмином, проект менеджером, кем угодно За каждый год получения гранта вы отрабатываете один год Больше, да, вы просто получаете зарплату в этой компании То есть никаких отчислений, возвратов средств вам делать не нужно будет Если вы устраиваете по специальности в государственное учреждение Там еще лучше фактически два года получения гранта покрывается одним годом отработки Условно, например, сисадмин Министерства молодежи Вот такие правила Также вы можете отрабатывать в качестве самозанятых То есть если вы работаете только сами на себя Вы получаете статус самозанятого И это у вас засчитывается отработка И подтверждать свое трудоустройство необходимо два раза в год Представлять справки с места работы Либо выписку из пенсионного фонда о ваших отчислениях Ну и логичный вопрос сюда же про гранта Можно ли участвовать в конкурсе как на бюджет, так и на грант? Конечно, когда вы подаете заявление в университет У вас вообще есть широкие возможности Внутри одного университета у нас было три направления, на которые мы подавали И при этом на каждое направление можно подавать и на бюджет, и на контракт Ирина Александровна буквально заставила меня на совместных наших днях от Редвери выучить Что даже если вы не планируете изначально, вы считаете, что у вас высокие баллы На всякий случай подаете все равно заявление на контракт И тогда вы будете участвовать в грантовом конкурсе Потому что бывает такое, что студент не попадает на бюджет, но имеет шанс попасть на грант То есть он заявление на контракт не подал А это уже, например, последний день, мы не можем дозвониться, но могут быть проблемы Поэтому вас ни к чему это не обязывает То есть наличие у вас заявления на контрактную форму обучения обязывает вас платить Есть у нас вопрос, позвольте процитировать Здравствуйте, я из Узбекистана, учусь в средней школе в 10 классе Планирую поступать в ИТИС на факультет программной инженерии Один из экзаменов — это русский язык Так вот, вопрос уточняющий Это русский язык и литература, или просто русский язык? Это ЕГЭ по русскому языку Это только русский язык Да, это русский язык Соответственно, единственное, что факультет у нас Факультетом мы обычно называем это как синоним института Программная инженерия — это наше единственное направление То есть нас очень легко запомнить, у нас до сих пор единственная бакалаврская программа Это программная инженерия, у нее есть шифр 0903-04 То есть по этому шифру можно нас узнать То есть мы в университете в Казани единственная программная инженерия Как в бакалавриате, так и в магистратуре Ну и давайте сразу поговорим, раз вопрос был из ближнего, так сказать, зарубежья Про программу соотечественники Насколько она реализуется? Ну, эта программа у нас хорошо реализуется, достаточно активно И вам необходимо будет предоставить документы, что вы имеете право поступать именно как соотечественник И сдавать экзамены, как иностранец, три экзамена русский, математика, информатика А если вы планируете поступать только на контракт, вам достаточно будет сдать всего лишь два экзамена Русский язык и информатика В этом году новым у нас будет формат принятия экзаменов Либо дистанционно вы из своих домов можете сдавать через систему прокторинга Либо вы можете приехать к нам в университет и здесь у нас очно сдать Тут прозвучало слово прокторинг, познакомим наших будущих поступающих этим словом Прокторинг — это система дистанционной оценки знаний Мы используем экзамус, когда вы через браузер, который специальным образом настроен Там есть плагин, расширение, то есть она контролирует то, как вы пишете экзамен То есть контролирует вашу веб-камеру, что вы там не отвлекаетесь, что в кадре нет нескольких человек Осуществляет видеозапись экзамена, ну и проверяет, что у вас не открыты какие-то левые вкладки Вот эта вещь вся в целом называется прокторинг Как направление именно обеспечения достоянности оценки знаний Поэтому сейчас система прокторинга ввиду увеличившегося, мягко говоря, количества дистанционного образования Они сейчас активно используются в общеобразовательном моменте У нас есть еще такой вопрос, как обстоят дела с программой обмена опытом студентами Ну и вообще, в принципе, о международном каком-то сотрудничестве Ну на самом деле у нас в университете есть целый департамент внешних связей В который стекается очень большое количество предложений от наших вузов Мы партнерим с вузами со всех концов света То есть единственное, что нам в последние годы, понятное дело, мешает эта ситуация с коронавирусной инфекцией Но, например, еще буквально до нее ряд наших студентов уехали в некоторые страны То есть, например, один студент по программе Erasmus Студентка была в Финляндии в университете Турку У нас также программа обмена осуществлялась с китайским открытым, с пекинским открытым университетом Ну и есть ряд других программ Единственное, повторюсь сейчас, ограничение Это то, что у нас есть вот такая ситуация с пандемией Но как только вакцинация у нас, скажем, повлияет И как только спадет эта ситуация, я уверен, что снова программа обмена заработает полную силу Ну и давайте поговорим о любимом вопросе от абитуриентов Это бюджетные места, где, сколько и что надо сделать, чтобы туда поступить Итак, у нас, повторюсь, одна образовательная программа Но единственное, что со следующего года, начиная, мы открыли еще вариант ее в дистанционной форме С применением средств дистанционного образования Так вот, бюджетные места у нас на классической очной форме обучения Их ближайший год у нас ровно 100 Бывают какие-то спонтанные увеличения бюджетных мест О них обычно мы говорим, ну мы не можем заранее предугадать Например, в прошлом году у нас было 100 Но, скажем, Министерство образования Российской Федерации дало еще квоту на университет И еще у нас появилось еще 15 мест Пока у нас снова 100 мест бюджетных И, собственно, на эти бюджетные места претендуют студенты Которые наилучшим образом сдадут единый государственный экзамен Плюс у нас есть квота на студентов-люготников И есть квота на студентов-целевиков На обе квоты у нас 10 мест То есть среди них тоже есть свое собственное соревнование, свой собственный конкурс Остальные 80 мест это уже студенты на общих основаниях Поступающие по сумме баллов ЕГЭ и некоторым дополнительным баллам Вот проговорили про бакалавриат А как обстоят дела с магистрскими программами? Так, магистрских у нас побольше программ Значит, тут тоже надо, если нас кто-то слушает несколько лет У нас есть основная магистратура Мы так и называем ее основной профиль Это она раньше называлась разработка программ информационных систем Но мы ее уточнили Теперь она называется аналитика управления разработкой финтех То есть мы собрали все самое лучшее, посвященное этой тематике В одном магистрском профиле Также у нас есть две наши флагманские программы По нашим главным направлениям исследований Это интеллектуальная робототехника и технологии виртуальной дополненной реальности Ну и вот с следующего года, да, с ближайшего года поступления Мы открываем новую магистрскую программу Очень интересную, в которую мы вкладываем большое усилие Это программа свободный искусственный интеллект По-английски liberal AI Тут мы немножко используем аналогию с термином liberal arts Это свободное гуманитарное образование А liberal AI это программа, посвященная искусственному интеллекту То есть чтобы человек, выходящий с этой магистрской программы Понимал, что такое искусственный интеллект Знал разные технологии Знал, когда их применять Мог привлечь соответствующих разработчиков И мог управлять такой разработкой Вот такая новая магистрская у нас заработает Начиная вот с этого приема Ну вопрос был о дополнительных вступительных испытаниях Есть ли они для поступления на бакалавриат Или достаточно суммы трех ЕГЭ? Если это граждане России То необходимо сдавать вам только ЕГЭ А если вы закончили техникум, колледж То вы будете сдавать здесь внутренние испытания В стенах нашего университета Это что касается вообще поступления То есть каких-то дополнительных экзаменов Как творческих Эссе у нас нет Достаточно только вот экзаменов Либо внутренних, либо ЕГЭ Ну вопрос тогда касаемо какого-нибудь портфолио Дополнительных баллов Что учитывается при поступлении Как на бакалавриат, так и на магистратуру? На бакалавриат университет учитывает Институальное достижение У нас есть межпредметные олимпиады университета За первое место пять баллов За призовые места второй, третий плюс три балла Также за победу в конференции Лобачевского Для школьников такие же баллы даются Есть IT-школа Samsung Тоже за первое место плюс пять баллов За призовые места плюс три балла Значок ГТО дает один балл Аттестат с отличием дает один балл Вот примерный список Индивидуальных достижений С которыми поступают к нам ребята в бакалавриат Что касается магистратуры То я передам слово Михаилу Потому что у каждой магистрской программы Есть понятие портфолио За которое тоже дополнительные баллы Да, хотелось бы тоже прокомментировать То есть индивидуальные достижения У нас немножко в бакалавриате Мы чуть-чуть отличаются То есть в бакалавриате Это формализованная вещь на уровне университета Потому что мы должны принимать Сугубо по баллам ЕГЭ И призываю наших абитуриентов Работать с сайтом университета Где сайт приемной комиссии Где все эти данные выложены То есть есть правила приема На сайте университета Можно раздел абитуриентов Там все есть И там, собственно, есть полный перечень Индивидуальных достижений До баллов, которые за них можно получить Говоря про магистратуру У нас все-таки более гибкий подход Он уже у каждого и программы собственный Потому что в магистратуре мы ищем уже людей с образованием У которых есть какие-то собственные проекты Или наработанные компетенции И поэтому там оценивается широкое портфолио Например, оценивается наличие публикаций Международных ли или только российских Опыт участия в конференциях Наличие выигранных грантов или олимпиад Диплом с отличием по специальности Каждый, собственно, у каждой программы Есть регламент ступитных испытаний И там обычно прописываются За что даются дополнительные баллы И это, собственно, как бы входит в часть экзамена То есть оно уже включено в оценку Поэтому, как бы, знаете, что есть и так, и так Ну, кто куда поступает Понятно Есть у нас такой вопрос касаемо профильного предмета Правильно ли люди понимают, что уйти с профильный предмет Это информатика или что-то другое Неправильно Профильный предмет – математика Математика То есть что это значит? Что такое понятие профильный предмет? Это когда при равных баллах у ребят, кто претендует на последнее бюджетное место У них одинаковые баллы Сначала отсеиваются баллы за индивидуальные достижения, если такие были Если их не было, то в первую очередь сравниваются баллы по математике Потому что это профильный предмет Потом идет информатика Ну, если уже информатики тоже все одинаково Значит, русские одинаковые баллы Мы поднимаем аттестат и высчитываем среднюю оценку аттестата И вот тогда уже принимается решение, кто занимает последнее место на бюджете И хочу отметить, в этом году некоторые вузы принимают экзамены на выбор Либо ставят информатику, либо физику Хочу подчеркнуть, мы высшей школой ИТИС приняли решение Что у нас остается информатика, естественно, математика и русский язык Продолжаем дальше по вопросам Ну, в принципе, вопрос, который, наверное, волнует большинство абитуриентов Изменится ли в новом году стоимость контрактного обучения? Ну, вообще, есть определенные законы в экономике Инфляция один из них В общем-то, чаще всего у нас происходит повышение стоимости Как раз примерно 3-4% корректируется ввиду инфляции Также ежегодно Министерство образования Оно дает тоже свои цифры оценки образовательных программ На которые тоже стоит ориентироваться В общем-то, на данный момент мы прямо сейчас назвать конкретные цифры не можем Но повторюсь, что можно провести параллели с предыдущими годами Стоимость обычно повышается на 3-4%, хотя в этом году как раз-таки Ввиду ситуации в стране руководство университета Приняло решение не изменять стоимость приема По сравнению с предыдущим годом обучения Как будет в этом году, пока неизвестно Мы очень надеемся на то, что 2021 год будет для нас Чуть-чуть полегче для всех нас Ну, собственно, информация, как только будет Мы опубликуем ее на сайте, можно будет посмотреть Давайте поговорим о таком любимом понятии для всех абитуриентов Как проходной балл Вот какой он был по результатам прошлого года Потому что, ну, понятно, прогнозировать его пока сложно Вот очень хорошо, что говорят, что прогнозировать сложно Потому что некоторые до сих пор родители в ультимативной форме спрашивают Какой проходной балл у вас на бюджет? Значит, напоминаю, что проходной балл формируется динамически У нас есть количество бюджетных мест И есть, собственно говоря, результаты всех наших абитуриентов Мы их сортируем по убыванию этой суммы И вот первые N человек, где N – это количество бюджетных мест Они получают, собственно говоря, проходят на бюджетное место В прошлом году проходной балл на бюджет составил 263 Значит, это бюджетное место При этом это 115 человек Получается, набрали балл такой или выше Далее идут грантовые места То есть это лучшие контрактные Проходной на грант у нас составил 246 246 Соответственно, дальше уже идут контрактные места Но обычно мы примерно говорим, когда нам говорят, какой пороговый на контракт Мы обычно примерно называем 200 Хотя могут быть определенные нюансы Ну, пока как бы можно считать так Но в новом году, в новой приемной кампании у нас немного будет изменена схема Потому что будет два профиля И на первый профиль там у нас бюджетные места, грантовые места и 60 контрактных мест А остальные места, они будут на втором профиле, где учебный план Да, но ведь я правильно, наверное, скажу, что коллеги смогут с контрактного места, в принципе, в течение приемной кампании перекинуть заявление Потому что мы все-таки отслеживаем динамику, проходит ли или не проходит И, соответственно, если они видят, что они, например, мы видим, что они не проходят на один из наших профилей То мы им советуем просто, что вот вы, если подадите заявление сейчас, вы можете пройти на этот профиль В принципе, пойдет, поймите правильно, идет достаточно плотная работа Это всегда наша приемная кампания, у нас в институте Ирина Александровна успешно очень эту работу делает И идет очень плотная контактная работа буквально с каждым абитуриентом Потому что мы созваниваемся с каждым человеком, говоря, что вы точно проходите туда Или у вас есть шансы, куда вы хотите и так далее То есть это не просто, что абитуриенты молча ждут, вот так смотрят таблицу и внезапно понимают, что они куда-то там не прошли или прошли Мы еще в этом году запустили горячую линию, у нас виртуальная АТС работала И в будущем году мы также планируем, что каждый человек может позвонить к нам, задать все вопросы Ни один телефонный звонок, если вы не дозвонились, потому что очень было много звонков в этом году Мы все равно перезваниваем, потому что все звонки записываются И мы не оставляем без внимания ни одного человека Я думаю, что мы еще и сделаем, кроме горячей линии, телеграмм наш институтский Для поддержки тоже обращений Может быть еще будет ряд других каналов, но точно это будет телеграмм тоже Хочу сказать, что для студентов иностранцев уже запущен такой телеграмм-бот В котором можно задать вопросы и в плане поступления, и в плане учебы, и документального сопровождения И наличие, то есть срок действия вашей визы, когда истекает, либо куда стоит обратиться Какие документы вам необходимо принести Это мы говорим про общеуниверситетский? Общеуниверситетский, который, да А, ну тогда почему Ирина Александровна говорит? Потому что это бот разработали студенты ИТИСа Да Приятно Давайте всегда поговорим о том, что даже на контракте есть так называемая нижняя грань Так вот, сколько баллов нужно для поступления на коммерцию? Еще раз вам скажу, вот как раз Ирина Александровна сказала об этом Нельзя это предугадать просто потому, что есть определенное количество мест И в этом году, повторюсь, что у нас контракт разделен между двумя профилями Повторюсь еще раз, что обычно, если сложить наши обе программы, вот по объему То нижняя граница это примерно 200 баллов Это сумма трех экзаменов приблизительно Она может варьироваться, иногда она может быть чуточку ниже, иногда чуточку выше Плюс я напоминаю, что есть еще отдельный конкурс среди льготников То есть там могут быть тоже пониже баллы Но все может поменяться просто потому, что в какой-то год кто-то напишет лучше ИГ в среднем В каком-то регионе или в каком-то городе, в какой-то школе То есть ситуация непредсказуемая По статистике, если усреднить, то это примерно 200 баллов Это суммарный балл, проходной на контракт Но вот на самом деле в последнюю приемную кампанию он был выше, который мы ставили Но потом просто приняли решение, скажем, ну опять же ввиду того, что мотивация была высокая у людей, которые писали нам То есть мы понизили этот балл Но это не значит, что мы это делаем всегда То есть мы все-таки еще и соизмеряем наши возможности То есть количество групп, которые мы можем открыть Поэтому все-таки есть еще и ограничения по контрактным местам Все-таки сдавайте экзамены получше То есть если, например, мы говорим, что всех берем с определенным количеством баллов То есть мы не можем себе позволить такое Если вот смотреть прошлый год И план у нас был принять 265 человек вместе с иностранцами То мы должны были бы остановиться У нас проходной было бы 217 баллов Но мы приняли решение с того, что ребята были очень высоко мотивированы И 215, 210 баллов это тоже хорошие баллы И мы немного увеличивали количество приема на контрактные места Но не слишком сильно Но мы все равно взяли на себя эту ответственность Вот, например, у нас одно из небольших изменений, которое произошло динамически буквально за август То есть мы, оценив наши возможности и наших преподавателей по предмету информатики Мы открыли третий языковой поток У нас вообще первокурсники выбирали все эти годы между языком Java и языком C-Sharp В качестве первого языка программирования Мы открыли еще и питоновские группы То есть у нас на первом курсе получается 13 групп Из них первые 5 это Java Три группы Python, он же Python И четыре группы C-Sharp И одна группа иностранцев У них обычно как бы, ну, Java, но может переходить в другие языки Вот, то есть мы все равно какую-то берем на себя ответственность И пытаемся как-то с этим что-то делать Но повторюсь, что лучше сдавать экзамены выше Чтобы не быть потом заложником ситуации В которой как-то другие люди решают, что им делать Идти им на какие-то уступки или не идти Ну вот я еще хочу добавить Если вы думаете, как же повысить ваши результаты ЕГЭ Вот перед этим я отвечала, что есть межпредметная олимпиада Либо вот конференция для школьников научной имени Лобачевского И у нас у ИТИС есть своя секция Проектная деятельность школьных IT-команд Где ребята выступают своими проектами, защищают их И достаточно успешно, и многие ребята пользуются этой возможностью Чтобы поступить к нам, имея вот эти дополнительные баллы И баллы даются всем участникам команды И вы их можете использовать именно в данную приемную кампанию Так что ждем ваши заявления в январе месяце До января уже мало времени осталось Выходите с своими инициативами, с проектами Сначала будет заочное участие А в конце марта, во время каникул Будет очная защита Где будут присуждены места Ну давайте так еще, надеемся Надеемся, да, надеемся Позволит нам в соблюдении всех санитарных норм Провести очную защиту Так, есть еще у нас такой вот вопрос А может ли человек прийти и обучиться у вас Программированию прям совсем с нуля Вот нет у человека никаких знаний Я решил, буду айтишником Поступает студентом или Студентом, студентом То есть абитуриентом, говорим Понял, у нас ведь еще есть доп. образование То есть где в принципе это тоже бывает У нас есть программа А давайте это затронем в следующем вопросе Конечно, конечно Будет интересно Значит, смотрите, по поводу обучения с нуля программированию Вам сдавать ЕГЭ все равно надо То есть вопрос, насколько вы готовы сдать ЕГЭ На балл, который суммарно позволит вам пройти на контракт Вот вопрос в этом на самом деле А вообще есть коллеги, которые у нас поступают Они мне потом, мои студенты тоже Которые со мной работают Они говорят, что Вы знаете, я ЕГЭ подготовился Но информатика в школе закончится на Word и Excel То есть что-то там был какой-то basic Но я просто хорошо там ЕГЭ подготовил Такое бывает Но просто тут важна мотивация То есть когда человек поступает То есть надо видеть конечную цель То есть поступить просто как бы запрыгнуть В последний вагон поезда Или там Главное, чтобы этот поезд не оказался Титаником И за целью Хоть бы как поступить на какой-то факультет Который как будто бы вам нравится Надо подумать А вообще это ваша специальность или нет Потому что очень немалое количество ребят У нас потом понимают Что они пошли на поводу У желания родителей Или на том, что это хайповая тема IT сейчас это очень трендовая вещь Но у нас очень много математики И информатики То есть математика Она сейчас получает второе перерождение В IT-сфере Потому что еще 10 лет назад Все такие говорят Зачем мне нужна математика Сейчас весь data science То есть это машинное обучение Это математика Это не информатика Это программирование Основано на математических законах На формулах На математическом анализе и так далее И поэтому она тоже важна Даже как бы это объяснять не надо И поэтому, скажем так Поступая с нуля Вы должны понимать Что вам с этим потом работать Ну, все время обучения И надо развиваться И дополнительно заниматься В команде с другими людьми Тянуться за сильными ребятами То есть все это надо делать Если все это соблюдать То есть никаких вопросов не будет А если просто сдать ЕГЭ Заскочить и думать Что можно сидеть и ожидать Что само пройдет Или само придет это знание То это будет плачевно У нас отчисление происходит Не буду скрывать Вот сегодня у нас выдавалась Там статистика определенная По отчлениям Ну, конкретный процент не буду называть Это может испугать Но, в общем-то, бывает отчисление Правда, не то, чтобы это мы выгоняем Чаще всего это студент Который принимает решение Что все, в принципе, как бы это не его Либо он не сдал Потому что не готовился Очень мало у нас Я даже не знаю про эти случаи Когда студент несколько раз Он учил, 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 учил И не сдавал Вот чаще всего это именно Разочарование какое-то Либо в себе Либо в том, чем хочешь заниматься Поэтому надо интересоваться Смотреть к цели Ну, двигаться к цели И все будет хорошо Раз вот вначале начали рассказывать Про программы дополнительного образования Тоже было бы очень классно Подробно о них Ну, вот замдиректора Под образованием сидит Так что У нас есть проект Это малоэтис Где мы преподаем именно курсы По программированию Java, C++ Другие языки Программирования Мобильных приложений под Android И ребята с 7 класса Они осваивают эти курсы Курсы идут 3 месяца Обычно мы называем осенняя сессия С октября по декабрь Вот в понедельник Ребята у нас завершают этот курс У нас осенний И они могут на другой курс Перейти с февраля И есть весенняя сессия С начала февраля По конец мая Где ребята тоже изучают Эти программы 72 часа Они достаточно сильные Ребята выполняют свои проекты И видят плод своей деятельности Это их естественно мотивирует Так что если у вас есть желание Можете уже сейчас записываться На нашем сайте Итис.кпфу.ру Мы будем рады вас видеть В стенах нашего университета Вот поговорили про поступление Поговорили про дополнительное образование А можно ли перевестись из другого института Как это сделать Стоит ли бояться академической разницы Ну она есть То есть стоит ли бояться Это лично менее каждого Ну бывает такое случается Значит во-первых перевод Возможен только на контрактную форму обучения При наличии опять же мест Определенных Вот действительно есть понятие Академическая разница Когда измеряется учебный план Откуда вы идете Куда вы идете При этом даже если это один и тот же предмет Не обязательно его зачтут Потому что может быть разнотрудоемкость Вот С каждым годом обучения Переводиться все сложнее Но прецеденты есть Ежегодно наверное я назову Три, четыре, пять, шесть человек Переводится Такое происходит Но повторюсь, что тут надо опять же Рефренд к предыдущим моим словам Нужно быть в этом уверенным Что вам это действительно надо Ну и возможно переводиться После сданной первой сессии То есть сейчас это нереально То есть вам не дадут перевестись То есть вам нужно будет Перепоступать Если вы хотите сделать так Ну давайте немножко поговорим о практике Вот о теории поговорили Где студенты проходят Производственную практику И научную Ну вот свежие цифры Вот недавно подсчитывал У нас 72% образовательной программы Это внешние в принципе люди Которые являются сотрудниками Либо других институтов Либо индустрии Надо понимать, что Отличие ТИСа основное Что у нас очень большой процент Приглашенных людей Из других компаний И из других тоже институтов Которые читают профильный предмет Говоря про практику То есть про компании У нас есть несколько форматов взаимодействия Во-первых, это курсы по выбору То есть у нас есть система элективов Электив это курс по выбору Когда у вас, например, есть 8 предметов Вы должны выбрать один С элективами наши студенты Знакомиться начинают со второго курса На первом курсе они их выбирают На втором уже учатся Это, например, мобильная разработка Веб, Java, .NET Разработка игр C++ для роботов и так далее В каждом семестре Есть либо один, либо два блока Курсов по выбору И на этих курсах Очень часто преподают Именно специалисты Приглашенные специалисты Из компании наших партнеров Всех их перечислять Уже как-то обидно кого-то забыть Но назову там некоторые там имена Что это там Bars Group Система документа оборота ICL ACI Worldwide Flatstack Технократия И другие-другие Просто как бы коллеги Очень много хороших компаний И, соответственно, получается Очень интересный факт Что студент у нас встречается По факту даже не Может быть на занятия Со своим будущим работодателем А может быть даже со своим будущим коллегой Потому что бывает, что вот эта связка Ученик-учитель Потом переходила уже в компанию Как, собственно, там Старший наставник Какой-то там подопечный Вот Второй формат Это наши внутренние Внутренние лаборатории практически Да, то есть у нас есть лаборатории Просвещенные технологиям Например, Java Lab Лаборатория мобильных разработок Digital Media Lab Робототехника Есть лаборатории компаний Вот, например, те же Flatstack Или Bars Group Или, например, компания Она курирует какую-то лабораторию Нашу активное взаимодействие Лаборатория Это проектная работа Она начинается тоже Со второго курса Студент перекрепляется к лаборатории И в лучших случаях Да, пишет там И дипломный проект Вот Ну и есть летняя практика Да, мы очень Много других компаний Приглашаем К сотрудничеству В рамках летней практики Да, наши студенты Проходят И очные Вот в этом году Из-за, опять же Эпидемиологической ситуации Они проходили ее виртуально То есть дистанционно Но в IT удаленка Это, в принципе, Такой привычный формат работы Вот Поэтому У нас этого много Просто потому, что Ну Как-то так изначально повелось Что мы именно привлекаем На контактах То есть мы все друг с другом знакомы И, скажем Компании хотят Поделиться чем-то С студентами Чтобы к ним пришли компании Ну а нам интересно Как раз-таки привлекать Сотрудников Квалифицированных Которые уже Имеют определенный опыт работы Ну и давайте поговорим еще О том Будут ли в этом Ну в этом уже вряд ли А в следующем году Дни открытых дверей В формате офлайн Потому что все в онлайн Медленно критикает Вы спрашиваете Фактически Меня Что с ограничениями Смотрите На самом деле В этом году Был один день открытых дверей Офлайн Мы его провели И достаточно хорошо То есть удалось рассадить Людей в зале Сейчас просто требуется Предварительно регистрация Чтобы мы понимали Количество людей Вот поэтому Если ситуация не ухудшится Вот А дай бог Чтобы она улучшилась Мы конечно же С удовольствием ждем Вас в наших стенах Мы Проводим 22 января У нас планируется Офлайн День открытых дверей Вот так что Не болейте Берегите себя И регистрируйтесь Ну и на этой позитивной ноте Я предлагаю закончить Большое спасибо За столь подробные ответы А я напоминаю Что у нас сегодня был Последний инсталайф В 2020 году Увидимся уже в 2021 На связи с нами был Институт информационных технологий И интеллектуальных систем Казанского федерального университета Смотрите инсталайф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин